А эта песня посвящается нашим гостям из солнечного Тбилиси. Я шучу, этот урок посвящен Оле, которая показала мне весь первый канал, и мы даже нашли там кучу еврейских знакомых из Израиля. Но я так и не рассказала ей урок, и поэтому я делаю ей такой запоздалый новогодний подарок. И сегодня урок будет посвящен исключительно ей. Мы поговорим... С вами Ленис Марагдова и выглядывающая из окна пухляша. Может быть, появится, может быть, нет. Девушка свободолюбивая. И сегодня мы пройдемся по тем базовым принципам, на которых идет все рисование. Первое. Самая главная мысль, что талант рисования — это вообще параллели вселенной. Талант к рисованию не имеет никакого отношения, потому что рисование — это про геометрию. И самое главное, что у нас имеется, это то самое геометрия, перспектива, пропорции и фактура. Вот эти четыре элемента, на котором строятся все принципы рисования. Если вы хорошо разберетесь в геометрии, вы нарисуете что угодно, когда угодно. Во сне, в поезде, на бегу, вам весь рисунок будет понятен абсолютно. Все, что нас окружает — это про геометрию. Оля, даже если ты делаешь круги, они прежде всего вписываются в перспективу наших кубов. Сейчас я тебе все покажу. И моим дорогим ребятам тоже пользуйтесь этими знаниями. И это ускорит процесс рисования намного быстрее. Показался хвост, и хвост исчез, вы только что видели. Это была пухляша. Итак, ребята, с Новым годом! Приступаем к нашим самым базовым принципам рисования, на которых строится все, начиная от архитектуры, заканчивая до анимации. Геометрия, перспектива, пропорции и фактура. Оставайтесь с нами. Впереди всего много интересного. Во время новогодних праздников мои руки стали как крюки. Но я рисую ради вас, с вами. На самом деле, мне немножко неохота перерисовывать то, что кишмя-кишмит интернет. Это уже как дублирование своих же коллег. Но в то же время ради вас, чтобы систематизировать, я это сделаю. Итак, перед нами самые базовые принципы рисования. Это геометрия круг, прямоугольник, квадрат, треугольник, овалы, ну и так далее. Там еще ромб есть, который то ли квадрат вытянутый, то ли ромб. Ну ладно, не будем цепляться. Итак, сейчас я вам показываю, как из обычных геометрических фигур на самом деле все состоит. Здесь я вам нарисовала уже чашечку, какую-то полукруглую форму, то ли кольцо я еще не придумала, то ли что. Также веселую мордочку, фрукт. И смотрите, здесь на самом деле, как вы видите, все просто. То есть это цилиндры, круги, штриховка небольшая. Но в основном, вот вы сейчас видите, что все состоит из круга. Где-то его необходимо деформировать. Здесь я покрываю, безусловно, штриховкой. Опять же, когда вы делаете штриховку, пожалуйста, повторяйте именно направление самого предмета. То есть если предмет полукруглый, то вы должны повторять именно вот эту его самую полукруглую форму штриховкой. Вот здесь вы очень четко это все видите. И в данный момент как раз я наношу эту штриховку. Обращайте внимание, она идет непосредственно повторяя саму форму полукруга. И вам тоже советую. От этого предмета становится объемной. За счет штриховки мы как раз создаем объем предметов. Наши плоскостные работы, они создаются легко путем геометрии. Но именно штриховка и создает тот самый объем, который нам так с вами необходим. Безусловно, светотень, которая падает от предмета, у нас также идет по такому же принципу. Той же форму повторяет тех наших самых геометрических фигур. Сейчас я дорисовываю мелкие детали, чтобы они заиграли. И у них появилась такая жизнь. И здесь опять же, да, вот я как попка-дурак, как попка-дурак. С утра до вечера повторяю одно и то же. Ребята, обязательно делая штриховку, которая дает нам объем. Повторяйте форму того предмета, на который вы эту штриховку наносите. Или если вы ее наносите вокруг нее. Все повторяет форму геометрическую того предмета, который у нас есть. Это как мантра ваша. Я буду как внедрять вам в разум. И у вас тогда все получится. Все оживет. Как вы видите сейчас, что животные тоже строятся по принципу геометрических фигур. И шея, и хвостик, как правило, это самые сложные такие части. Люди не знают, куда их воткнуть. Но вы посмотрите, они как раз выходят и крепятся на края вот этого нашего обрубленного квадрата. То есть на острые, как раз вот из этих острых точек. И возникает непосредственно хвост и шея наших зверей. Здесь я нарисовала произвольного зверя. Как мы с вами знаем, что анатомия животных, даже внутри вида, разные звери, они имеют немножко разное строение. Тут всегда нужно обращаться к анатомическим атласам. Поэтому здесь я вам показала набум такого выдуманного звереныша. Но, как вы видите, тоже все строится на геометрии и на пропорциях. И сейчас наша с вами задача показать, поэкспериментировать с различными предметами. Вы можете выписать также круг, треугольник, прямоугольник, ромб, овал. Походить по дому и посрисовывать те самые предметы, которые у нас повторяют эту же самую форму. Например, если это круг, то найдите пять предметов, которые соответствуют этому кругу. Как вы видите, их огромное количество. То же самое с треугольниками, прямоугольниками. Тогда для вас формы не будут настолько загадочными. И вы поймете, насколько все на самом деле просто. Действительно, никаких секретов. Все построено на геометрии. Современная анимация и мультипликация, она также построена на геометрии. А почему это у нас так получилось? По той самой причине, что в основном рисуется все в иллюстраторе или в корреле. И самые базовые фигуры это, безусловно, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Сейчас я вам покажу несколько работ коллег, которые нарисовали анимацию знаменитых наших героев мультипликации. Которые также состоят из тех самых геометрических фигур. Вот они перед вами. Вы можете видеть, как, разбирая предмет на геометрию, он тоже начинает становиться максимально простым. И все, что нас окружает, это одна сплошная геометрия. Я как попка-дурак повторяю из раза в раз, говоря, что если вы научились рисовать книгу, вы научитесь рисовать 90% предметов, которые созданы человеком и которые нас окружают. Потому что геометрия, она упорядочивает. И даже природные элементы, их тоже можно свести к какой-то определенной геометрической норме. Или, знаете, такому скелету, от которого все вытекает. Даже если вы брызгаете краску на стену, и она начинает растекаться, то все равно основная масса, это у нас идет точка, круг, ну вот из которой, собственно говоря, вся эта краска и течет. И даже текущая краска, мы с вами видим, что она где-то напоминает такой поломанный прямоугольник. Итак, перед нами наша любимая перспектива. Как вы видите, ус-ус, да, тянем усы. Она все состоит из усов и что-то подвешенное к воздухе. Если мы видим жопку, то предмет над нами. Соответственно, мы делаем линию горизонта и точки схода наших линий, так называемых усов. И вот сейчас мы с вами поиграем с такими элементами. В зависимости от того, где находится элемент в воздухе, мы сразу видим с вами определенные искажения. Ребята очень часто смущаются, когда они привыкают к одному построению перспективы, и когда они видят на рисунке, например, перспектива немножко выше или ниже линии горизонта. Они такие, боже, боже, что же делать? Мы с вами здесь понимаем, что мобильность усов, она может быть разная. И вот сейчас, Оля, специально для тебя, когда вы рисуете колеса, которые в пейзажах находятся, или, например, какие-то круглые формы, которые тоже, вот как-то, знаете, под углом, или как-то вот они не прямо, да, скажем так. Вот обратите внимание, как мы проверяем правильность построения вот этого круга или полукруга. Вот здесь как раз начинает работать перспектива. Потому что ребята, которые занимаются срисовыванием каких-либо работ, они не понимают, что за этим стоит. А за этим стоит, как правило, искажение перспективы. И когда мы смотрим с вами, вроде похоже, а вроде как-то чуть-чуть коряво. Вот посмотрите, я сейчас даю разные варианты, как она может выглядеть. И как раз вот через вот эти самые кубы мы с вами это все легко можем проверить. То есть принцип у нас такой же. Мы с вами делаем крест-накрест, да, то есть из одного угла в другой прогоняем линию. Потом мы делаем параллельную линию как раз нашему вот этому позвоночнику, нашего, как это, прямоугольника, не прямоугольника, господи, куба, куба. Вот. И потом мы как раз по перспективе находим вот эту центральную точку. То есть вот, пожалуйста, таким образом вы сможете проверить ваши окружные, круги, овалы. Ну вот все, что как раз имеет вот эти вот формы. Сейчас мы с вами создаем испанский домик. Он у нас тоже строится за счет перспективы. И ребята, особенно молодежь, где-то 6-7 лет, которые привыкли к плоскостному рисунку, здесь начинаются определенные сложности, потому что выйти на элементы объема, как раз создается, ну, знаете, такое непривычное понимание, как это все делать. И, ребят, еще такой момент. Если вы не привыкли к усам, а их здесь действительно огромное количество, то есть как только вы создали линию, как это, идущую из уса, и вы понимаете, что именно этот ус вам больше не нужен, пожалуйста, его стираете. И вот так вот двигайтесь, иначе вы поплывете в этих всех усах. Это действительно момент такой привычки и момент такого, ну, скажем так, больше опыта, чем, знаете, каких-то магических элементов. Вот смотрите, я сейчас стираю усы. Усы, они нам нужны для построения. То есть это тот самый скелет, который прячется от взгляда. То есть как только вы создали, знаете, это как с человеком, да, что для чего нужен позвоночник, как Миша Лавковский говорит, «Чтобы голова в трусы не падала». Ну, как раз вот чтобы у нас голова в трусы не падала, мы с вами и создаем вот эти построения. И вот, Оля, еще раз для тебя специально, уже на другой перспективе, мы разбираем, как строятся вот эти колеса и вот эти полуокружности. Тот же самый принцип. То есть мы находим, как это, бисектриса, это крыса, которая бегает по всем углам и делит угол пополам. Ну, в общем, нужно нам вот эту, поделить углы с крысами. Ой, а сейчас я немножко начинаю баловаться. И вот посмотрите, вот из этой формы круга, да, опять же, это все перспектива. Сейчас, если мы уже знаем, что из геометрии, это уже у нас перспектива, которая выводит нас как раз тот самый объем. И вот посмотрите, сейчас я уже начинаю баловаться, шалить и достраивать голову. И это тот самый прекрасный момент, когда вы из одной геометрической фигуры можете превратить ее в огромное количество различных предметов, которые имеют ту самую базу. Вот почему мы с вами, разбирая геометрические фигуры, я всегда говорю, ребят, посмотрите, что состоит из круга. И как только вы начинаете это понимать и добавлять в геометрию перспективу, соответственно, вы сможете создать из одного и того же круга огромное количество предметов. А пропорции и фактуры мы разберем с вами на следующем уроке. Целую!